Ом Ти Ви Юэй про Головне. Иран действительно существенно помогает Москве вести войну, однако это не означает, что его внешняя политика полностью соответствует интересам Кремля. К примеру, в середине сентября российские военные аналитики с возмущением обнаружили статью в крупнейшем иранском информационном агентстве Тасним, авторы которой в жестких выражениях написали, что вопреки фантазиям Москвы воображаемый Зангизурский коридор никогда не будет создан, и российским друзьям не стоит рассчитывать, что они смогут использовать его для решения своих проблем с Арменией. Выяснилось, что для нас это проблема. Зангизурским коридором называют транспортный маршрут, призванный обеспечить сухопутную связь между восточными районами Азербайджана и Нахчеванской автономной республикой. Этот коридор однозначно выгоден Баку, поскольку позволяет создать новый маршрут через Каспий, что даст возможность наладить быстрые поставки грузов в Турцию и страны Центральной Азии. Москва также заинтересована в нем, поскольку такой коридор обеспечивает доступ к Средиземному морю альтернативным путем через территорию Азербайджана и Турции. При этом еще в начале сентября российские СМИ признавали, что Иран недоволен тем, что Россия так активно поддерживает проект создания Зангизурского коридора. Со ссылкой на иранские медиа они отмечают, что в Тегеране опасаются потерять связь со своей союзницей Арменией, так как коридор, который должен быть проложен по ее территории, предполагает экстерриториальный контроль. Еще одной причиной недовольства российские комментаторы называют желание Ирана создать свой коридор. Как бы то ни было, Зангизурский коридор стал камнем преткновения в отношениях России и Ирана. Прежде уже возникали инциденты, когда Тегеран вручал российским дипломатам ноту протеста, к примеру, в связи с заявлением Российско-Арабского форума сотрудничества о государственной принадлежности трех островов в Персидском заливе. Однако тогда это было лишь выражением дипломатического недовольства, тогда как в этот раз Иран через публикацию в Тасним заявляет, что не допустит создания Зангизурского коридора. Если он сдержит свою угрозу, это напрямую ударит по экономическим интересам Москвы. Экономические проблемы России создает и другой ее ближайший союзник – Китай. Мы с Китаем соседи. Соседи, так же как и близких родственников, не выбирают. На днях аналитики, близкого к Министерству обороны сайта «Военное обозрение», задались вопросом, кем Пекин является для Москвы – другом, партнером или конкурентом. Китаю припомнили и отказ его крупнейших банков работать с подсанкционными российскими компаниями. И то, что другие китайские банки стали массово отказываться от приема средств из России или от ее граждан, независимо от страны нахождения. Автор статьи Виктор Бирюков обвинил Китай в соблюдении западных санкций вопреки заявлениям о дружбе с Москвой. А потому говорить о дружбе между РФ и КНР не приходится, учитывая, что Китай исторически никогда не был союзником России. В конечном итоге нас послали подачу. Я не буду детали рассказывать, потому что считаю это некорректно, но все-таки это был конфиденциальный разговор. Помимо недружественных шагов со стороны тех, кого Кремль назвал своими ближайшими союзниками, выбор конкретных партнеров в отдельных уголках мира неизбежно ведет к появлению новых врагов. Авторы статьи деловой газеты «Взгляд» предостерегают, что сепаратистские группировки из Мали, Нигера и Буркина-Фаса создают единый фронт против российского присутствия на континенте. Автор статьи Валерия Вербинина, как водится, обвиняет в этих процессах Францию, Однако неоспоримо, что в Африке и без этого хватает групп и сил, недовольных действиями Кремля, поддержавшего военные перевороты в этих странах. По словам доктора исторических наук, политолога Ирины Филатовой, наемники ЧВК Вагнер, в большой степени стояли за переворотом в Мали и Буркина-Фасо, А подобное вмешательство в гражданское противостояние на территории других стран неизбежно вызывает недовольство другой части страны. Российское вмешательство в Сирии также повлекло за собой ненависть к Москве как со стороны исламских радикалов, так и более умеренной оппозиции. Пропаганда традиционно пугает договоренностями Киева с сирийскими радикалами, Но очевидно, что проблемы с сирийцами – результат действий не Украины, а Москвы. И каждая из этих проблем требует от России новых ресурсов, как экономических, так и военных, что в условиях продолжающейся войны не так-то просто. Все переломилось. И вот теперь понятно, как изменилось. То, что Китай совершенно неожиданно для России начал операцию по принуждению к миру Российской Федерации. Не Украины, Российской Федерации. Не, не военную операцию, дипломатическую. Но, тем не менее, она выглядит невероятно абсолютно для тех, кто понимает в этих тонкостях дипломатических игр и геополитических раскладов. Китайцы. Прямо там же, на кулисах, за кулисами сессии Генеральной Ассамблеи ООН, когда Путин выступил с своим ядерным ультиматумом, и стало ясно, что все разорвано, никаких соглашений не будет. Американцы тут же, значит, пошли, взбеленились и пошли в контратаку, и брякнули вот этот огромный пакет помощи Украине. И вооружение пошло. И вот пока все это происходило, и Зеленский еще был в Нью-Йорке, и, кстати, он вовсе не для встречи с Трампом оставался там в Нью-Йорке, ну, для встречи тоже, но там еще были ночные переговоры, и ему еще объясняли, что на самом деле происходит, потому что он не понимал. Так вот, китайцы там, прямо на встрече в Нью-Йорке, на полях Генеральной Ассамблеи ООН, объявили о создании группы друзей мира, в которую вошли первоначально Бразилия, Китай, как автора мирного плана, который Россия поддерживала, и первые комментарии Лаврова и России были очень позитивные. И в русских СМИ полетела вот вещь, что Китай, там вот, он, значит, план, который мы поддерживаем, то, что было согласовано изначально. И они думали, русские, что китайцы по-прежнему их поддерживают. И вдруг к этой информации об этих друзьях мира, которая первоначально была дружелюбно встречна в России и очень негативно в Украине, украинское министерство иностранных дел заявило, что это вот вообще безобразие, что это все в пользу России, что мы против. Ну, в общем, повторил вот эти инсинуации Зеленского по поводу китайского плана мира, то, что он его отвергал. Это именно то, что согласовано было с американцами, между прочим, насколько я понимаю. В основном в деталях еще нет, а в основном там. И вдруг к этому, значит, плану мира начали один за другим присоединяться прямо там же, в Нью-Йорке, государство, члены ООН, начиная с Венгрии, потом там куча стран. Я сейчас вам даже скажу, какие страны присоединились на полях Китай, Бразилия, Египет, Турция, Казахстан, Кения, Индонезия, ЮАР, Саудовская Аравия, Замбия, Мексика, Алжир, Боливия, Колумбия, Венгрия и вишенка на торте. Это еще ладно, хотя обратите внимание, Турция, Казахстан, ЮАР, Саудовская Аравия – это очень крутые страны, которые для России имеют огромное значение. Через Турцию, Казахстан шли в основном все серые схемы российские. ЮАР – это один из лидеров глобального юга, а Саудовская Аравия, вы сами понимаете, что происходит с ценами на нефть. И это все саудиты делают. Это то, что может в одного, без всякого Рамштайна, Путина поставить на колени за один год. За один год он может, за 25-й год, лишиться возможности продолжать войну, без всякого просто другого решения. Так вот, вишенка на торте. К этим странам присоединяются фанфары Франция и Швейцария. И вот как вам такое, Илон Маск? Вот как вы это расцените? Франция и Швейцария – член НАТО и страна, которая проводила вот тот самый пресловутый форум мира Зеленского. И, в общем, выступала всегда как такая… Именно из нейтральных стран самая, что называется, дипломатически сильная позиция всегда была у Швейцарии. Франция и Швейцария. Особенно Франция, конечно, здесь очень круто выглядит. И вот это нуждается… Не нуждается на… То есть, ну как, блин… Не нуждается для тех, кто понимает, нуждается в разъяснении для тех, кто не понимает. Каким образом Франция может оказаться в группе друзей мира вместе с Китаем и Бразилией? Если китайско-бразильский флаг, план мира у Украины был раскритикован, американцы тоже очень плохо к этому отнеслись. Вот это именно то, что произошло там же, в Нью-Йорке и не только вокруг группы друзей мира. Там еще кое-что произошло. Дело в том, что сразу после того, как Путин выдвинул свой дурацкий ядерный ультиматум, американцы обвинили во всем Китае, потому что Салливан был в Пекине, они договорились, а тут это пляшивое чмо такое выкаблучивает. И Блинкин заявил о том, что всякие разговоры о мире со стороны Китая не имеют смысла. Появились статьи, которые стали разгоняться по всем мировым СМИ о том, что Китай поддерживает Россию и передает ей оружие, что у Запада есть доказательства передачи Китаем оружие России. Везде пошло. Нью-Йорк Таймс. The Times напубликовал, потом Нью-Йорк Таймс, потом украинские СМИ подхватили. В общем, это очень широко прошло. И потом состоялась встреча Блинкина Иван И, министра иностранных дел Китая, там же, в Нью-Йорке. И после этой встречи Блинкин сказал, что все разговоры Китая о мире не имеют смысла. То есть Америка дала жесткий отлуп китайцам, потому что они уже на Путина вообще не смотрят. Всем все равно, что там Путин говорит и его говорящая лошадь Лавров. Они ведут переговоры о судьбе войны непосредственно с Пекином. И они решили, что ядерный ультиматум Путина и его эскалация согласованы с Пекином. Реакция Китая. Китай попросил, внимание, попросил Соединенные Штаты не демонизировать Китайцу. Никакого оружия мы не поставляем, ничего этого нет. И вот после этого началась вот эта история с группой друзей мира и внезапным присоединением к ней Франции. И обратите внимание, тут же изменилась риторика России. Лавров уже выражает недоумение по поводу предложений группы друзей мира. Российские всякие эти паблики, газеты начали вопить, как резаные, что китайцы нам не друзья, что внезапно они нам удар в спину наносят, что это нож острый, что китайцы нас предали. И в общем получается крайне-крайне интересная картинка, что мирные предложения Китая России вдруг оказались совершенно не по нраву. Они посмотрели, они получили бумагу, то, что было изначально на словах, и они восприняли, что это продолжение китайско-бразильского плана. И вдруг они получают бумагу, в которой написано, черным по белому, это слито в СМИ, что друзья мира поддерживают международные границы, территориальную целостность, независимость, суверенитет государств. На этой основе должны заключаться мирные соглашения. Вы поняли, да? Международно признанные границы – это Крым, Украина. И, естественно, никакого ДНР, никакой присоединенных новых областей. Путину сказали, что «Ах так, ты, пляшивый идиот, ты вообще не получишь ничего, ни копейки не получишь, ничего тебе не дадим». И делает это Китай, не Америка, которая в шоке от того, что происходит. Они реально начали чесать репу, и, как сказал Лавров, ядерный ультиматум был услышан. Да, они его услышали. Они его услышали. Но они были в ярости не столько даже на Путина, сколько на Китай, который их кинул. У них был согласованный план. Салливан его согласовал. Поэтому он встретился с Си. Получил от него заверение. На высочайшем уровне Си, соответственно, зачем ему Си принимать Салливана в запретном городе? Только для одного, что обо всем договорились, и этому спецпосланнику президента США лично первое лицо Китая подтвердил. Да, мы обо всем договорились, все окей, по рукам, работаем, работаем, братья, давайте заканчивать эту чертову войну. Короче, обо всем было все хорошо подтверждено, и тут Путин с своим ядерным ультиматумом. Американцы восприняли это крайне негативно. И вот результат. Китайцы полностью разворачиваются и начинают дипломатическую операцию по принуждению России. Дальше обучение на базе вооруженных сил Румынии, где украинские хлопцы будут тренироваться еще полгода уже на настоящих двухместных F-16 с инструкторами из Бельгии, Дании и Голландии. Вамин обороны Украины Умеров заявил, что он, оказывается, ведет консультации и со Швецией, и с Германией по поводу европейских истребителей Gripen и Eurofighter. Вашингтон объявит о новом пакете помощи Украине на 375 миллионов долларов.